играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомита вот у нас сегодня очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks и на обзоре у нас т29 прям танчик 3 уровня советский средний танк вот вот такой вот он очень большой массивный но это средний танк а почему а потому что мы сейчас пойдем смотреть сначала его бронирование все в принципе будет понятно идем итак вот наш т29 и броню мы здесь крайне быстро смотрим нлд 26 30 влд 23 подбашенная рубка 20 люк мехвода 30 20 здесь 21 20 20 боковая броня 20 о чем все это говорит брони о том что вас пробивают все вас пробивает вторые левелы 3 абсолютно все даже легкие танчики на пулеметах вас будут вполне спокойно пробивать брони в этом танке нет хоть он и при вангар так с броней разобрались брони нету давайте поглядим его орудия на пушка у нас вот такая вот есть примечательные стороны мы сейчас с вами обсудим все 76 миллиметров до 76 это на третьем уровне альфа 110 основного снаряда вот 164 фугас 66 пробитие на основном снаряде 75 голда вот 38 пробитие на фугасе заряжается пушка почти 5 секунд на стоке опять же до 1400 дпм а для извините третьего уровня 1400 хороший дпм разбросу плода кушки но она каркаствольная 055 время сведения более-менее 2 и 3 секунды хотя как мне кажется я на нем уже поиграл так достаточно конечно сведение слабовато вот что касается оборудования какое оборудование ставить на этот танчик то есть этот танк у нас прям соответственно для фарма вот оборудование вот скорость у нас сразу покажу до 48 и 6 это на турбине без турбина это 42 километра в час вперед вот плюс рекомендую ставить сюда вентилятор который дает boost на все на все его основные параметры что пушка что подвижность обзор вообще на все вот это на третьем уровне самый нас have поставить именно вот это оборудование по снарядам это у нас прям танчик это танчик для фарма непроходной соответственно стараться больше играть на бэбэшках но я все равно гружу собой кумулятивные снаряды то что не пробитие выше а на третьем левеле есть такая бронированная техника плюс на третьем левеле вы можете безусловно попасть к четверкам очень редко пятеркам основном четверкам поэтому иногда эти снаряды пригодятся скорость полета 558 достаточно медленно от голда летит вообще не на 446 поэтому а скорость игры на вторых критику левелах очень много быстрых легких танков и отстреливать их движением с такой скоростью полета очень сложно поэтому к этой пушке нужно привыкать прям реально нужно привыкать вот что касаемо снаряжение ставим стандартный комплект стандартный ремку и аптечку вот экипаж экипаж здесь у нас пять членов экипажа не стандартный состав потому что у нас два радиста два радиста командир наводчик механико-водитель первым перкам командирую лампу всем остальным ремонт вторым перкам всем боевое братство дальше качайте как показано в табличке поставили вот такое оборудование экипаж у нас я пересадил с легкого танка и у меня с тяжелого танка радист я пересадил и совсем плохо прокаченный 2 радист ничего страшного это всего лишь у нас на связь будет лак 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 ралять как было ничего страшного вот что же какие плюсы минусы этого танка давайте пройдемся по вот так техническим характеристикам сразу скажу этот танк на третьем уровне выделяй в первую очередь и достаточно легко настреливать урон это его альфа 110 альфа хорошая годная пробитие тоже нормально то есть высоко бронированную там технику всякий смой с 35 и прочее прочее голдой вы будете пробивать вот скорострельность орудие у нас а вот стала с таким вот с вентилятором 439 сводить стал тоже чуть-чуть быстрее точность улучшилась до 0 52 дпм чуть-чуть подрос 1500 по живучести по хп 445 я вам хочу сказать как для третьего уровня среднего танка это вполне себе неплохой показатель по мобильности вот 48 и 6 вперед 22 назад и это все из-за турбины да так бы все было гораздо скучнее почти 19 лошадей на тонну как для среднего танка нормально но будет куча вокруг вас лтшек которые летают конечно набирают скорость но ничего страшного хочу делать зато будем их альфой мочить 110 по незаметности танк большой танк большой поэтому и показатель здесь не самый лучший но это еще связано что вот у меня как раз час на этом экипаж конкретно качает сперк незаметности да на 2 на радистах вообще нет когда он весь выкачается ну то есть сперк незаметность на всех пяти членах экипажа конечно безусловно здесь показатели будут лежать плоскости там где-то 30 что вполне себе неплохо по обзору по обзору 319 метров и это такой средний показатель нехороший неплохой но я вам хочу сказать на вторых третьих уровнях все карты они достаточно маленькие да и куча лтшек летает поэтому для вас кому светить из ваших союзников всегда будет вот давайте плюс и минус этой машины вот на ней я поездил до плюс однозначно это ее пушка по альфе и по бронепробиваемости вот минусы это низкая скорость полета снаряда по минусам нету брони совсем но была бы броня вообще медленно ехал по подвижности я сказал что это все таки больше плюс нежели минус потому что для такой туши вот назовем туши да он все равно в принципе достаточно неплохо двигается хотя конечно скорость хода боев на малых левелах она сумасшедше быстро и скорости на этом танке не хватает поэтому это такой плюс минус вот по обзору обычный обзор по незаметности ну так огромный незаметности здесь прям какой-то сверх естественно не может быть предлагаю уже отправляться бой подергать за рычаги пощупать на что способен как фармит ваще т20 здесь современными рендами погнали так господа попали на рудники вот бой 10 против 10 попали к вторым уровню едем на гору гору занимать пытаемся но скорость у нас не сам максимальная т29 прем танчик обзор боя смотрим как фармит играем без голды без голды нам самая важная фарка понять на этой машине как она фармит на обычных бэбэшка сейчас и праве я сейчас бы скорости побольше у нас турбины так стоит что Продолжение следует... Так, ну что, воин, ты отвоевался? Так, надо ехать, а, гоу, парни, что тут стоять ждать? Вот этот план. Пушка не опускается, это минус. Вот не гнется ствол. Сводится долго, но альфа хорошая. Но хорошая альфа. Убил. Все, один наигрался. О, пазик выехал, ну-ка. У нас, правда, уже хп нет. Убил. Все, пазики не дрался. Убил. 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 Дурни, элв. хорошо пошло так на 900 почти до гидали т.п. нету надо играть уже аккуратно играем full bb то есть свое хп мобили в двукратном размере как и надо воевать всегда стараться с поджогом отыгрался м2 надо помочь эх успел я тычку дать и отлетел 1100 настрелял 110 насветил я считаю все офигенно смотрим как танк нафармил давайте уж досмотрим бой но отлетел мы походу первое место взяли по урону на нем играли только фулл бб только вот счет 85 по идее наши должны затащить по идее все бт-2 отлетел и у них только того осталось ну что ты как инвалид ты едешь за тобой смотреть противно вот твой пз-2 ну что ты что как они тут играют то еще да парни ну и чё ты встал тут уже победа иди урон да накидывай вот игроки то а на вторых третьих левелах да просто мастера дни т-2 медиум давай давай ищи где же он бля позиционочка пацаны вы посмотрите сколько вас вы в одного танка не можете въехать просто стоит вы чё ребят охренеть просто охренеть вот подъехал и убивает ты себя боится он к тебе спиной стоит чувак господи да игроки здесь на ну не ну чё я тоже говорю тут все на этих уровнях большинство учится я думаю процентов 70 играет впервые на этих танках и только проходит прокачиваем ветки там и процентов 30 ездит себя развлекает и в эти же 30 процентов ходит кто там может даже что-то фармит хотя фармить лучше всего на восьмых уровнях и мы с оговорим то какие-то игроки опускаются там со старших лэвлов на маленькие то да так дать с мать результаты боя сколько мы нафармили как мы еще настреляли все поглядим по нас и пола нам так точно все хорошо смотрим заняли первое место настреляли больше всех тысяч 100 уронов чё по фарму 28 числами начисленных за бой 29 500 чистыми ну грубо говоря там тысячи расходов 28 тысяч серебра чистого дохода можно ли фармить на этом танке конечно можно конечно можно конечно вот какие основные плюсы и минусы этого танка давайте их назовем в принципе неплохое пробитие хорошая альфа прям вот альфа этот танк как бы прям пять баллов альфа годный как для третьего уровня вот по мобильности все таки он достаточно очень много танк 2 и 3 уровня быстрее этого танка и поэтому приехать быстрее там противников каких-то да на позицию у вас не получится это минус этой машины вот подвижность на месте достаточно вялая поскольку ход боев на вторых третьих уровнях очень быстрый зачастую это сильно роляет вот подвижность достаточно слабые машины это минус вот ну по броне конечно брони здесь как таковой нету и это тоже минус этой машины но была бы броня он тогда вообще не ехал как всякий смаз 35 и прочее прочее то есть этот танк сочетает как плюсы по пушке вот средняя достаточно подвиженность вот вот и нет брони короче надо уже на этих этапах учиться играть на танках без брони и со слабой подвижностью но с хорошей достаточно неплохой пушкой хорошем орудии вот ребят пишите свои комментарии если у вас такая тачка фармить не фармить на ней катаетесь какой вы используете оборот я считаю что ухо турбины и вентиль для этого танка прям москве супер супер ну и конечно старайтесь больше играть на бэшках пополняйте свои запасы серебро а я вам хочу сказать до скорых встреч пока ставьте лайкос подписывайтесь на канал увидимся в новых обзорах играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно прожимать колокольчик